всем привет в этом видео я немножко отвлекусь от распознавания образов и вернусь к написанию операционной системы я должен был написать хотел написать драйвер мышки но тут возникли некоторые обстоятельства и в общем появилась возможность сделать операционную систему 32-битном режиме благодаря замечательному каналу моя цифровая электроника он называется и создатель этого канала любезно поделился небольшим кодом который позволяет перейти в 32-битный режим поэтому я напишу сейчас вставлю этот этот код свою программу и разработка с уже будет идти 32-битном режиме на чем мы остановились прошлый раз было несколько функций и теперь их нужно будет переделать так как работать будем теперь 32-битном режиме разделить нужно будет функцию инициализации экрана на две части первая часть которая подготавливает видеокамять просто ее отделяю это 16-битный код ставлю тут рэд по под и нижняя часть будет называться немножко по-другому там просто очистка экрана вот а и а и и и а и и и и и и но совершенно естественно что вот этот кусочек инициализация экрана будет работать в 16 битном режиме соответственно я допишу дополнение цифру 16 что это 16 битный режим и инициализацию экрана буду производить в уже так скажем нет даже не с этого начнем просто отделим сейчас этот код куда-нибудь сюда запишем вот так и я сразу сделаю вставку которую в которой со мной поделились это небольшой кусочек кода который размещается в самом начале вот он состоит из трех секций загрузочный сектор соответственно и кстати да вот здесь загрузочном секторе уже идет подготовка экрана сразу так как здесь не используются никакие переходы только прерывания то никакой подготовительной работы для этого кусочка не нужно что ж тогда это функция не нужно дальше получается что что этот блок состоит из двух секций реальной секции и защищенный и загрузочный сектор самом начале также нижнюю часть придется чуток переделать так сейчас секунду и разместить там вот такой код размер кода с 3-дюймовую дискету соответственно и нужны будут некоторые мне манипуляции совершить с так как теперь программой не сможет запускаться в досе придется использовать как бы другую технологию и образ как бы сиди диска записывать как все время постоянно неудобно для того чтобы тестировать программу есть два варианта для того чтобы так скажем удобно было работать первый это использовать bosch то есть я тоже опять же благодаря этому человеку замечательного наконец-таки смог более-менее чуть-чуть разобраться с тем что такое bosch для windows версия можете скачать все очень просто в нем выбираете загрузочный диск вот диск будет редактировать выбирайте 3-дюймовую дискету 144 указываете образ соответственно вот у меня вот этот образ ну там 144 и вот тут надо поставить вот такой статус интернет на и который начинается ну и тут и жмете ok все в принципе останется только нажать старт и все запустится что ж и второй вариант ну это стандартный вариант такой использовать virtual пк например вы запускаете выбираете образ 3-дюймовые дискеты то есть файл бин в которой компилируется система система и ничего в принципе ну придумывать не нужно особо но это для тестирования а теперь вернемся к переделке программы так как она будет работать в 32-битном режиме нужны некоторые модификации а именно следующее добавить к названию регистров букву е это будет 32-битный регистр регистр с а сразу хотел бы здесь сделать некоторую оговорку даже наверно вот здесь где-то я пропишу некоторые вещи а именно например то что сегментный регистр ЕС так как мы будем работать в 32-битном режиме нам больше не нужны в использовании сегментные регистры мы можем адресовать любой участок памяти напрямую в пределах 4 гигабайтов то есть более чем достаточно пока но особенности данного данного кода который в каком-нибудь из видео мы обязательно разберем по полочкам переход в защищенный режим но данная концепция подразумевает что через регистр ЕС ой через через ЕС если вы пишите адрес например ЕС ЕДИ это по такому адресу доступ к памяти то есть совпадает адресация с реальной ну с реальной совпадает не совпадает я точно не знаю но к экрану доступ вот так осуществляется по такому адресу поэтому я сейчас запишу то есть тут на 1 нолик больше чем было в прошлый раз ну наверное это связано с тем что теперь будет как бы это прямая адресация и наверное сегментные регистры они там с шагом в 16 были соответственно нолик добавляется наверное точно я не знаю но в общем единственное что мне нужно будет в ближайшее время это вот только адрес видеопамяти что ж как бы все остальные вся остальная адресация в пределах кода идет так это я записал чтобы не забыть ну и соответственно нужно будет переделать функции немножко то есть тут я не SI буду использовать регистр счетчик EKX вместо просто KX адресация точно такая же единственное что использовать буду регистр EDI для заполнения фона адреса так проверять EKX EKX ES и вот здесь EDI то есть через вот ES мы имеем доступ к памяти соответственно здесь тоже не SE а EDI буду использовать так вот в принципе вся переделка для функции очистки экрана дальше а тут вот кстати мы размещаем уже 32-битный код то есть здесь будет размещаться программа ну а здесь программа у меня расположена ну у вас может быть как-то там по-другому так точно такие же переделки касаются всех остальных процедур и функции потому что теперь 32-битный режим то есть добавляю везде буковку E и еще что важно не забыть вот здесь уже не 32-битные координаты не 16-битные а 32-битные координаты для курсора то есть 4-байтовые можно конечно использовать и 2-байтовые но я как-то смотрел коды на ассемблере и знаю что на самом деле 16-битный код в 32-битном режиме не очень хорошо выглядит то есть инструкции получается длиннее хотя за счет того что адресу 32-битных инструкций больше то конечно 16-битный код все равно выглядит меньше но разница минимальная там абсолютно неэффективно в общем использовать 16-битные инструкции в 32-битном режиме выигрыш минимальный от этого так здесь букву Е поставил я здесь следующая инструкция ну в общем то как я и говорил в предыдущих видео особо большой разницы нету в написании кода просто больше доступно памяти и одну букву дописывать нужно к названию регистров так главное ничего нигде не забыть не перепутать и традиционно здесь размещу приветствие как было и в прошлые разы то есть вот здесь размещаем уже 32-битный код ой чё-то я не то сделал вот так здесь тоже добавить букву Е Е Е Е Е Е Е Е Что ж настало время проверить попробовать это компилировать 280 строке какая-то ошибка так откомпилировалась и попробуем запустить еще раз напоминаю как больше все это сделать выбираете 3-дюймовый диск этот файл бин в который компилировали программу соответственно вот здесь вот этот пунктик ну и старт нет что-то что-то не так пошло где-то это ошибка сейчас будем смотреть в таком случае здесь все правильно здесь все правильно и а ну вот же функцию вывода символа вообще не переделал и и и и и и и и и это не нужно проверка пределов здесь стандартно и 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 Но только здесь вот не MOV, SEADD, EDI, EAX, такая несложная модернизация. Что ж, попробуем еще раз. Вот откомпилировалось, размер файла на 560 заканчивается с трехдюймового диска, и попробуем еще раз запустить. Опять что-то не так. Так-так-так. 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 А, ну вот. Здесь неточность. Очень внимательно на этом ассемблере нужно все смотреть. Так-так-так. 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 А вот здесь тоже. Ну, может на этот раз. Запустится все. Так-так-так. Да. Ну вот. Теперь у нас 32-битная операционная система получается. Ну и проверю на VirtualPK. Все работает. Сохраняю. Ну и, соответственно, получается, что вот здесь переменные. здесь код программы, здесь дополнительные функции, ну, библиотека будет. А вот этот кусочек отвечает за загрузку. Затем... 150 строчек здесь. Ну, не только этот сам все кусочек. Еще плюс вот. Вот это нужно, чтобы размер файла подогнать до размера дискетки. скетки. Вот в общем-то и все. Сохраню. Осталось только выложу все это, исходники, в комментарии и на гитхабе. Что еще хотел сказать? А, в следующем видео уже как раз можно будет описывать мышку. Еще раз повторюсь, что доступ к памяти идет через регистр ES. Вот так. А все остальное как бы FASM сам распределяет. В общем-то ничего сложного нету. А вот этот кусочек рассмотрим, когда я получше сам разберусь в нем. Спасибо за внимание. До следующего видео про ES, в котором будем писать драйвер мышки. Всем спасибо. Пока.